Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBG. Меня тут недавно в комментариях спросили, можно ли тащить с арбалетом. А вообще, чтобы я сделал обзор на вот это самое интересное оружие, я скажу так, что из всего оружия только арбалет имеет интересную механику. И сейчас я покажу, как она работает и как тащить на арбалете. Что вам надо? Мы будем играть в оборону. Это первая волна. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы вам это все дело показать. Здесь нам надо какая-то возвышенность. Как правило, самое отдельное это залазить сюда. То есть здесь до вас не достает гранатомет, то есть миномет вернее, если там вот челик будет сюда лупить. Поэтому здесь вы можете спокойно дефить волну. К сожалению, боты бегают за мной, они вряд ли мне дадут это как-то. Сейчас они свалят отсюда и я покажу, чем крут этот арбалет. Желательно это делать, ребята, на палаче. Вот идет волна. То есть этот арбалет, напоминаю, кто не знает, он не наносит себе урона. И так как вот эти пиздюки будут вас регулярно окружать, вы можете стрелять под себя. И вот таким образом просто-напросто их истреблять. Единственное, что вот почему я говорил, нужен палач. Потому что во время перезарядки, ребята, у вас могут возникать проблемы. Но тем не менее, вы здесь можете сидеть, при том, что даже выше десятой волны, спокойно и не получая урона, просто убивать всех, кто будет вокруг ящика. Стреляя просто тупо под себя. Как видите, все идет достаточно неплохо. И это можно делать абсолютно везде, ребята, где хотите. То есть это может быть компания, да, если у вас есть какая-то возвышенность, к примеру, да, вы можете на нее залезть. Здесь важно то, чтобы зомби, когда лезли, они попадали в зону взрыва. То есть я имею в виду за то, что это не должна быть какая-то возвышенность такая большая, где они могут залезть, и вы их просто не заденете взрывом вот от арбалета. Здесь вот бежит новая пачка. Боты там пытаются с ними справиться. И вот, как видим, мы просто стреляем под себя, и зомби умирает. И никто нам ни хера не может сделать. Как я и говорил, ребята, делать это желательно на палаче. Потому что если получится такая история, что вы попадете на перезарядку, у вас начнутся проблемы. Потому что отбить их придется с руки, и палач с этим справляется намного лучше, при том, что у палача есть уменьшение урона. Что ж, надеюсь, с арбалетом мы ознакомились. Надеюсь, вот эта вот фишечка вам пригодится, вы будете ей пользоваться, и мы переходим к другому оружию. Так, как я и обещал, что сниму для вас, как пользоваться сигнальным пистолетом. На самом деле, это ультраимбовое оружие. Оно работает так же, как С4У подрывника, в плане того, что оно сманивает зомби. Но, что я часто вижу, это то, что некоторые не знают, как на самом деле его использовать. Стрелять надо не в зомби, стрелять надо в пол. И это важно, потому что, если вы стреляете в зомби, он загорается, быстро умирает. Потом этот шарик взрывается, и вы не имеете никакого толкового эффекта. Сигнальный пистолет, он крут абсолютно везде, в любой миссии. Он позволяет проходить легко некоторые миссии, как, допустим, где надо минировать порт. Да, то есть там сигнальным пистолетом можно легко вообще пройти эту миссию. Мы играем на том же самом третьем уровне палача, на котором я и снимал обзор на арбалет. И сейчас я покажу, как пользоваться сигнальным. Я вот установил ящик для того, чтобы, собственно, пополнять этот сигнальный. Я скажу больше, ребята, сигнальный в некоторых случаях лучше даже, чем гранатомет. Он может убивать не меньше, чем гранатометы. Это важно, и плюс у него есть контроль, которого нет у гранатомета. Поэтому, если вы видите сигнальный пистолет, берите его, и вы можете спокойно проходить миссию. Сигнальный пистолет, вообще, если он у кого-то есть, это уже заявочка на победу, на прохождение каких-то сложных участков. Потому что сигнальный пистолет, он просто имба. Вот, смотрите, сейчас они будут спускаться. Мы стреляем в пол, и они начинают дуплить. Но здесь та же самая фишечка, ребята, то, что, как и у С4, то, что новые зомби, они не агрятся. И вот, как видите, да, я просто стреляю. Вот, прибежал, прибежали челики, мы стреляем в пол, и вот эти все челики начинают бежать на вот эту ракету. То есть, вы можете вот так вот проходить все, просто не получая урона, потому что зомби будут вас игнорировать. Для них приоритетней как раз-таки вот эта ракета, ребята. И это, на самом деле, позволяет реально проходить очень сложные участки карты. Опять же, когда вы минируете, когда вам надо что-то где-то пробежать, абсолютно в любой миссии. Вот, видите, да, они даже сюда фактически и не забегают. А даже если забегают, то они, собственно, агрятся на вот этот вот огонек. Вот, дарим им еще один. И, как видите, вот новые, когда слезли, я об этом расскажу чуть позже. Здесь есть, когда зомби спавнятся, то есть, да, они агрятся. Если спавнятся новые зомби и там горит этот огонек, они уже не попадают в агр. То есть, здесь сама механика вот этого агра, что у этого пистолетика, что у С4, то есть, она срабатывает по факту. То есть, да, она сработала, она приманила зомби. Новых зомби она уже не приманивает. То есть, это как разовый эффект. Он сманил и все. То есть, если появятся новые зомби, и, обратите внимание, токсик тоже сманивается. То есть, особые зомби тоже сманиваются вот этим пистолетиком. Это важно знать. И этот пистолетик, на самом деле, охуенен абсолютно всегда, абсолютно везде. Единственное, что, конечно, на волнах он не помогает. Потому что на волнах он не сманит толпу. То есть, у него есть... Вот, видите, они на меня сагрили. Все, они меня бросают. Они начинают тупить на вот этот фонарик. И это, на самом деле, просто охуенно. Как видите, да, вот. Я просто не получаю урона, потому что ко мне никто не подходит. И, согласитесь, ребят, это имбово. Главное, надо помнить. Стрелять в пол, а не в зомби. Потому что, если умирают зомби, он умирает достаточно быстро, то эффект от этого просто минимальный. Что ж, сейчас мы пройдем волну. Где этот пиздюк. Вон он. Все. Что ж, ребят. Я надеюсь, вы это все поняли. Я надеюсь, что я вам это все дело показал. И вы теперь будете скилловые. Блин, я сманил. Хотел показать вам, на самом деле, как работает вот эта фишка. С фармом вот этих пиздюков. Но, к сожалению, как бы не получилось. Что ж, в любом случае, ребята, следуйте советов. Убивайте пиздюков этих только в ноги. А на этом все. Я надеюсь, видео было интересным. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Жмите колокольчик. Я покажу еще много интересного. Всем пока.